всем привет с вами снова ольга сухова и сегодня я начинаю третью часть моего видео мастер-класса по изготовлению шкатулки как вы помните я уже сделала вот такое декорирование боковинки мне осталось теперь сделать крышечку и потом всю шкатулку в целом ну до оформить так пока шкатулку я убираю на мне не нужно сегодня будем делать крышечку крышечка смотрите какая она выпуклая причем очень сильно выпуклая я изначально хотел сделать картинку на всю поверхность но приклеить вот такую картинку будет очень проблематично потому что складки вот они видите образуются какие причем складки довольно таки большие это мне не нравится я такого делать не буду я делаю по методу аппликации как вот я часто делаю на баночках и так далее то есть я сделала распечатку это распечатка на фотобумаге тонкая фотобумага ламонт 90 граммовая матовая естественно с лицевой стороны с принтер у меня струйные поэтому фотобумага я вырезаю более-менее вот ее покороче то есть не вот эти края все равно теперь не нужны раз я делаю не на всю поверхность картинку надо расслоить и расслоить раза два-три чтобы она была максимально тоненькая теперь кладу ее лицевой стороной вниз на стол при помощи моля-фу скотча я буду ее расслаивать заклеиваю картинку с изнаночной стороны как обычно у нас найдешь что нужно нужно карточкой пластиковой можно резиновыми шпателем которые хотел кроссе с найти ну как не нашла так и теперь это все отдираем начинаем с той стороны с которой начинали клеить ну вот у меня немножко оторвалось я не подцепила во время ничего страшного можно в два этапа лишь три главное чтобы вас все равномерно снилось так вот уже рису рисунок начал просвечиваться но этого мало теперь я переворачиваю она была так теперь переворачиваю на другую на положение и заклеиваю в этом положении теперь она просто по-разному немножко расслаивает смотря как распечатана у вас буду сейчас расслаивать максимально посмотрю даже может быть больше трех раз нужно очень тонкая картинка так выбрасываем так и опять мало она толстая еще довольно таки какой-то скотч не очень липкий купила недавно новый какой-то он похоже не очень гибкий если вот так и образуются полос не бойтесь ничего страшного они сейчас у вас пригладится при помощи карточки будете нормально вот эта штука я обычно приглаживаю она лучше делается на камеру получается естественно так и как надо это уже закон доделаешь сама получается прекрасно так уже вот тоненькая и я еще сейчас нет хотя она уже просвечивается во всю и она прям тонюсенькая тонюсенькая стала на теперь стараться тоже не хотелось бы я на этом остановлюсь все-таки значит теперь что нужно сделать я сейчас показывать это не будут процесс очень простой нужно максимально четко по контуру рисунка его вырезать максимально четко максимально точно то есть у нас получается типа аппликации в итоге и именно ее мы будем клеить потому что приклеить вот такую картинку без складок это нереально она будет морщить топорщится это будет просто некрасиво сейчас я попробую приложить но все равно я буду сейчас по контуру с этого резать делается это не быстро поэтому снимать это нет смысла она не складки но они конечно разгладывать эти складки но все равно у нас получается либо надо делать диаметр круга маленький страну край будет тогда заметен этого круга что плохо что я не хочу я хочу чтобы ничего не было заметно вообще поэтому я буду вырезать эта часть видео про наклеивание картинки на крышечку нашей шкатулки но когда я снимала видео у меня оказалась небольшая проблемка которую я сразу не заметила ну вот она всплыла потом я забыла нажать кнопку съемки во время наклеивания картинки вот такое бывает и этот файл я не нашла когда уже монтировала третью часть ролика поэтому что я сделала я распечатала другую картинку точнее она мне была распечатана и на примере другой картинки я сейчас покажу тот же самый процесс на приклеивание данного изображения на гнутую поверхность вот я специально покрасила баночку она как видите тоже такая изогнутый но смысле на не прямая не досочка и что на крышечку что на эту баночку по смыслу одно и то же приклеивание картинки то есть эта картинка приклеится по методу аппликации вот исходном будем считать что это исходная картинка на бумажке вот я бумажку вырезала по контуру как я вам говорила точнее картинку вырезала по контуру я ее расслоила вот расслоила до тонкого состояния и теперь эту картинку буду приклеивать уже на баночку картинку расслаивать лучше на этапе вот этой бумажки потому что вот когда вы вырезаете уже Вот в таком состоянии Вот эта картиночка у меня Она у меня не расслоенная Разделить, расслоить очень сложно Зацепляются вот эти маленькие детальки И они просто отрываются Поэтому расслаивание нужно делать на этапе Вот квадратика такого Ну я вот расслаивала уже вот эти кусочки Потому что они у меня были В закромах лежали Так, что я дальше делаю Дальше беру картинку Кладу ее на бумажку Беру клей Ну в данном случае у меня клей ПВА Обыкновенный, ВГТ фирма Клей может быть любой строительный Бытовой, но только не канцелярские клеи Канцелярские клеи желтят В большинстве своих случаев Поэтому я ни в коем случае не рекомендую их использовать Ну декупажные клеи естественно есть Можно их использовать Я пользуюсь в основном всякими Строительными клеями Вот просто берем картинку И намазываем ее клеем Начинаем от серединки И тщательно промазываем До краешков Вот эти вот все маленькие детальки Аккуратно, главное вот эти маленькие детальки Чтобы вот эти веточки никакие не оторвались Можно положить картинку на файлик Либо там на клееночку Ну я как-то не очень-то это люблю Я привыкла вот делать вот так Я редко картинки такие клею Вырезанные именно Поэтому ну вот я как-то так вот привыкла делать То есть я смазываю клеем И картинка немножечко лежит Буквально вот несколько секунд Видите, я постоянно ее мажу, мажу, мажу Чтобы она пропиталась опять же вот этим клеем И подмокла Выпрямилась, чтобы не закручивались никакие у нее детальки Ну вот клея надо немного, как вы видите То есть уливать ее не нужно совершенно Вот я смазала, все достаточно Излишки клея убираю Мне нужно сейчас будет вот эта кисточка Значит я беру баночку Ну в данном случае баночка у меня У меня вот здесь вот такие полоски на ней То есть я хочу приклеить вот посередине Вот здесь должна быть моя картинка значит Я беру кисточку И кисточкой надо мне приподнять вот эту картинку Но если у меня сейчас получится А ну вот все нормально Так, вот я ее на кисточку забрала И теперь я ее размещаю на боковушке нашей баночки Надо положить естественно ровненько Пока что не положила картинку Я ее немножечко могу двигать Ну как-то наверное вот так Серединку сейчас я совмещу Нет, немножечко надо сдвинуть мне сюда То есть пока я ее не приклеила Она у меня движется То есть саму банку, как вы видите Я не мажу клеем Так, секундочку, еще немножко Надо делать конечно быстро Пока клей у вас не высох Вот, я приложила Теперь я немножко так пальчиком ее прихлопываю Ни в коем случае не тереть Просто прихлопнуть вот так вот Такими движениями Выправить все вот эти детальки Чтобы они легли в нужное место Вот И после этого я беру велюровый валик Обратите внимание Ни поролоновый, ни меховой, ни резиновый Именно велюровый У меня не новый уже Поэтому такой страшненький И вот этим валиком я начинаю прикатывать картинку Сначала так нежными такими движениями И потом все больше и больше я делаю нажим Чтобы картинка впечаталась Как бы впиякалась вот в эти вот пупырышки Которые на краске есть Еще раз обращаю внимание Краску я не зашкуривала У меня такой принцип работы Я краску не шкурю Она мне нужна вот именно в таком виде В каком она высыхает после губки Все, вот я так прикатала Ну будьте аккуратны, конечно Не светите саму картинку И как вы видите у меня Картинка прикаталась Здесь нет никаких выступов клея Обратите внимание Все чисто и ровно Вот Вот это хорошая работа получается Если у вас какой-то клей наляпан Ну некрасиво Опять же, если вы будете после этого тонировать Поверхность с клеем и без клея Она обрабатывается совершенно по-разному Будут какие-то проседи некрасивые То есть старайтесь, чтобы клей у вас не вылез Вот именно поэтому я мазюкаю клеем на бумажках И излишки у меня остаются на бумажке Вот, видите, что получилось Картинка Вот вошла вот в эти пупырышки И они прям проступили сквозь нее Она тоненькая и хорошая И вот сейчас практически уже и краев даже не видно Я хорошо вырезала ее по контуру Картинку после этого нужно естественно хорошенько высушить Феном пользоваться я не рекомендую Потому что при быстрой сушке Картинка у вас просто может взять и отклеиться У меня такое пару раз было Тоже спешила И вот лучше в этом вопросе не спешить И дать ей самой именно высохнуть И только после этого ее можно будет уже дальше обрабатывать Вот такой маленький совет-рекомендация Продолжаем декорировать нашу крышечку Вот рисунок у меня Ой, рисунок, точнее, наклейка у меня высохла Картиночка Здесь все нормально Я пока ничем не покрывала Дальше я хочу покрасить вот этот вот край Как я говорила ранее Этот и этот вот В такой же зелененький цвет Как и на самой шкатулке Я долго думала, как бы это такой нарисовать круг Чтобы его не заляпать Но вот пришла идея вот такая Я взяла ту же самую изоленту зеленую В частности зеленую И ей нарисовала этот круг Она тянется по нему Вернее, по ней можно выложить какой-то вот любой рисунок В частности круг Здесь бакромушки, ничего страшного Мне главная вот эта линия Она плотно прижалась Я ее приклеила И теперь по ней можно спокойно рисовать И туда вот краска не залезет Как и должно быть Рисую той же самой краской Которая у нас осталась еще с того раза С декора самой шкатулки То есть рисую точно так же Под наклоном вот сюда Чтобы меньше попала под изоленту краска Красить я буду так же в три слоя Потому что двух, как мне показалось, недостаточно Краска все-таки просвечивается И это плохо То есть я буду сейчас ее уже по ходу дела Пропивать поролоном Чтобы она не успела подсохнуть И не получились полосочки Вот так получается, видите? Такая получается вот краешка И точно так же я его крашу до конца И буду красить еще вот этот вот фрагмент Вот я покрасила все в два слоя Вернее в три слоя И теперь уже можно снимать вот эту вот изоленту Так, посмотрим, что получается Тут самый всегда интересный процесс Снятие вот этих вот дополнительных штук Ой, слушайте, здесь вообще ровно получилось Прям идеально Вот, ой, как здорово Ой, как здорово, как мне нравится Вот такая получается красивая уже краевая область Очень прикольно И розочку по центру прилепила И здесь все ровненько Вот, вот уже хорошо Когда она будет закончена полностью Будет прям красиво Вот смотрите уже, как стало Она уже, теперь у нее и верх, и низ В таком стиле Так, сейчас я Вот Здесь просто еще не закончено Поэтому кажется, что что-то не хватает Вернее, оно на самом деле что-то не хватает Потому что не закончено Вот такая получается уже шкатулочка Крышечка Так Она немножечко мне не досохла еще Сейчас Теперь, значит, что будем следующим этапом делать Вот это надо будет подтонировать Точно так же, как и на шкатулке Вот здесь вот При помощи той же самой губки Которая, ну, подсыхает И потом подшкурить Вот То есть сейчас я буду делать именно это Вот Та самая губочка Которая я тонировала бока Теперь я буду тонировать Не только вот этот вот край Но и сама Сами цветочки Буквально Вернее, не цветочки А вот эти вот беленькие места Буквально чуть-чуть Это делается вот именно такими Легкими движениями То есть немножечко пачкаем Немножечко пачкаем Вот это белое пространство И, естественно, с заходом на сам цветок Если ваша губка не досохла Будьте внимательны и аккуратны Не напачкайте Слишком сильно Не наставьте пятен Видите, она мне такая легкая-легкая Дымка получается Вот это то, что надо Даже можно чуть-чуть посильнее Но макать ее сейчас в битумный лак Нельзя Она будет слишком мокрая И можно все испортить То есть вот такими движениями То есть у вас получается, что Шкурка, вернее губка Пачкает вот эти вот пупырышки на краске Именно поэтому я ее и не шкурила, эту краску Сейчас я вам покажу более крупно Вот чуть-чуть мазанула Но это сейчас ошкурится Все, это не страшно То есть я прохожу всю вот эту белую поверхность И немножко залезаю даже на цветы Ну буквально чуть-чуть Так, и наверное сейчас я все-таки смочу Эту губку новым составом Потому что вот здесь уже Хотя пачкает Хотя пачкает Не сильно, но пачкает А мне наверное больше и не надо Я попробую сейчас ей уже закончить Вот этой вот губкой Я немножко перевернула Здесь она стала пачкает сильнее Нам, собственно говоря, этого хватит Да, вполне нормально получается Так, и здесь соответственно тоже С внутренней стороны Там не надо бортик Там уже Сейчас будем шкурить Там она внутри в шкатулку входит Там и не видно будет Там нет смысла А вот здесь немножечко видно Главное, чтобы это все было равномерно Так, сейчас я покажу крупнее У меня тут центр такой чумазый Вот я, собственно, им и стараюсь Потереть Вот Вот получается вот такая вот поверхность Она такая вот чумазенькая стала И теперь я беру опять же ту же самую Так, я беру вот эту и вот эту Я те помыла уже А это вот у меня новые Шкурки, опять же, те же мягкие И начинаю шкурить сначала Вот с этой белой поверхности То есть я просто такими вот движениями Подшкуриваю слегка Получаются такие небольшие белесости проступают Я, естественно, захожу и на картинку То есть я ее не боюсь шкурить Она у меня не покрыта лаком Обратите внимание Но я не боюсь ничего испортить Вот Я шкуру все подряд Немножечко шкуру сами розы Чуть-чуть, совсем чуть-чуть Так, вот сейчас они Я уже чистыми руками Ну, пока они у меня еще не такие грязные Чистыми руками смахнула Вот получается вот такая небольшая белесость Как назвать-то правильно Вот И теперь я буду шкурить уже более грубой шкуркой Ну, вот это вот мягковато у меня А ту я помыла Сейчас я посмотрю Вот у меня еще одна шкурочка есть Вот этой шкурочкой я уже буду Ну, то есть здесь то же самое, как и вот здесь Зашкуривание пойдет То есть зашкуривание И теперь я буду покрывать лаком вот эту всю поверхность Единственное, что вот этот бортик я покрывать не буду Потому что он соприкасается с самим вот этим вот бортиком шкатулки Может просто застрять, склеиться Этот бортик покрывать не нужно Я его наполировала более-менее вот шкуркой Он нормально будет так себя вести Краска акриловая, поэтому она не облезет, ничего с ней не будет То есть сейчас я буду просто покрывать лаком вот все остальное Лак тот же самый я беру, которым я покрывала шкатулочку саму То есть это пока у нас промежуточный слой лака Не финишный еще Кстати, лак очень неплохой, как я посмотрела Шкатулка высохла, она вообще не липнет, ничего И очень быстро высохла, кстати Так, и теперь я просто вот даже вот так возьму этой губкой И протру это место, чтобы он минимизировался, скажем так Здесь нам не нужны никакие толстые слои Здесь у нас под крышкой я просто его растираю Так Здесь намазюк он сразу убирать, если какие-то подтеки Лак мне нравится, товарищи Так, хорошо, даже прям руками можно трогать уже сейчас его И осталось покрасить вверх, покрыться лаком Тут главное смотри, чтобы не было ни прокрасов Не прокрасы, они даже другой цвет будет на самой этой поверхности Если не прокрасы у вас там где-то есть Но здесь тоже чуть-чуть сейчас так махну с краев А здесь уже вот так Полоски все убираются и все ровненько, тоненьким слоем Можно посушить феном, можно так оставить Но на самом деле очень быстро сохнет Неплохой лак, совсем неплохой, мне очень нравится Так, все, довольно-таки ровно все Так, все И оставляем вот это сушиться теперь Так, вот крышечка у меня подсохла Но она не до конца еще такая подсохшая, влажная Я хочу обратить внимание на такой момент Вот здесь я покрыла одним слоем вот этого лака Здесь тоже Вот эти я места не красила вообще лаком Потому что шкатулка может, вернее крышка может плохо вставляться в шкатулку Но, опять же, что надо сделать дополнительно, чтобы это минимизировать Вот у меня есть детская присыпка Она у меня в баночке отсыпана Просто можно взять эту присыпку Вернее, нужно взять эту присыпку И вот эти вот места просто вот так промазать Но это можно сделать, конечно, не на данном этапе, а чуть позже Но вот я просто сейчас вспомнила про это и решила вам показать Просто промазать и вот здесь Стрясти лишнее Вот, она сразу прям другая становится И также немножечко вот это место пройти Вот тоже самое присыпкой обработать Потому что так не будет ничего у вас прилипать Вот буквально вот так вот Потому что это шкатулка все-таки из нее еду не есть Поэтому здесь все нормально будет Вот, и протереть потом тряпочкой Но я пока сейчас не буду Пускай она пока в таком состоянии останется Она прям такая приятная-приятная становится после присыпки И видите, теперь эта крышечка спокойно закрывается Ничего ее не держится, не застревает Так, у меня осталось сделать только одно Я буду делать наброск Наброск я хочу сделать вот на этой части На боковине шкатулки Эти хочу части закрыть, чтобы здесь не было И также вот на этой части крышечки Но наброск я вам показывать не буду В этом видео и вообще пока Это потому что, ну, как многие знают Это мой основной секрет Которым я не делюсь в открытом доступе Если вы хотите узнать, как я делаю наброск У меня он есть в моих платных мастер-классах Возможно, когда-то сниму и видео мастер-класс Потому что, естественно, лучше показать Посмотреть, чем просто прочитать Но вот, тем не менее, наброск я показывать В данном мастер-классе не буду Я сделала крокелюр на крышечке Вот на этой области, которая центральная с розочкой И также я сделала крокелюр вот на шкатулке На боковине То есть тоже не вот здесь не стала брызгать Еще раз повторю, что крокелюр я в бесплатных мастер-классах не показываю Это моя единственная секретная фишка Вот, она есть только в платных мастер-классах Пожалуйста, если хотите, покупайте Вот такая получилась боковинка И осталось только покрыть теперь все это дело лаком И крышку, и шкатулку И будет уже полностью готовая работа Вот получилась вот такая шкатулочка Финишный лак я всегда в последнее время использую только вот этот лак То есть фирма V33 или V33 Вот, лак акриловый на водной основе, соответственно Вот конкретно так выглядит банка Бесцветный, матовый Стоимость большая у этого лака Но он очень хорошего качества Очень крепкий, надежный И легко наносится, быстро сохнет И прекрасно себя ведет Вот все это я покрою сейчас этим лаком Также показывать это не буду Это процесс совершенно обычный То есть я покрываю кисточкой сначала, наношу вернее И затем прокатываю либо поролоновым валиком сухим Либо кусочком поролона То есть это как у кого что есть На этом мой мастер-класс закончен Вот такая получилась красивая шкатулочка Надеюсь, она вам понравится И вы захотите сделать что-нибудь подобное для себя Всем большое спасибо за внимание До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok